Обещали дорогу расширить, но произошло все наоборот. Так жильцы дома 30, корпус 1 по улице Бирюзова описывают работы, которые проводят у них рядом с домом. У нас машины здесь стали, ну в два ряда здесь можно было поставить, на расширение дороги. В итоге у нас получилось, здесь мы ставили две машины, здесь две машины не поставишь. И получается, что и здесь тоже ставили по одной машине. И получается, что сделали, они дорогу расширили, а толку никакого нет, получается, что даже еще хуже сделали. Работы ведутся согласно проекту формирования комфортной городской среды. И запустили его в 2018 году. Жителям дома на улице Бирюзова говорили, что если они примут в нам участие, то им и дорогу расширят и станет больше парковочных мест. Они и согласились. На тот момент, когда к нам приходили, опрашивали, желаем мы благоустроить наш двор, была предоставлена информация о том, что у нас будет расширение дороги и увеличение количества парковочных мест. В итоге дорога не расширилась, а сузилась. И, соответственно, как видно, количество парковочных мест у нас не увеличилось. А вот директор ЖОО номер 12 Татьяна Изранцева говорит, что жильцы ошибаются. Дорога у них всегда была уже, говорит она. И теперь ее действительно расширили. По дороге у них была всегда 3,5 метра. По проекту и по их собранию, и по протоколу, по всему, по документам она должна быть. Въезд должен быть 5,5 метров до третьего подъезда. С третьего подъезда до девятого подъезда 6 метров. А дальше где-то 10, 11 и 10 должен быть 5 метров. Татьяна Изранцева добавила, что проект по формированию комфортной городской среды был вынесен на обсуждение и согласован жителями дома. Только после этого началось строительство. Он согласован со старшим по отъезду. Ну то есть набирали человек 15-20. Ходили по дому, все просматривали. Сколько, какую ширину. А потом уже это выносили каждому на собрание. То есть 67% проголосовали за это. А недовольных, конечно, всегда много. Вот только жители в один голос заявляют, что согласования не было. Единственное обсуждение, в котором они участвовали, по их словам, это когда голосовали за или против программы. Стоит отметить, что программа эта идет в софинансировании с жителями дома. С каждой квартиры взымается плата за те работы, которые проводятся у них во дворе. Жители дома рассказали, что изначально им обещали, что возьмут не больше 900 рублей. А потом плата заметно подросла. А про проект жильцы говорят, что его не видели. И когда обращались в ЖЭУ, его им не предоставили. Хотя у них и есть некоторые предложения. Например, можно убрать часть земли и сделать больше карманов для автомобилей. А также установить на участках дороги так называемых лежачих полицейских. Вот только директор ЖЭУ рассказала, что проект уже изменить нельзя. Такого не получится, потому что есть план и есть смета, которая утверждена городом, которая утверждена им. Это федеральная программа. То, что деньги уже отпущены, утверждены на этом доме. Удалось пообщаться и с прорабом. Он рассказал, что за увеличение или уменьшение дороги он не отвечает. У него есть проект, по которому он и работает. Сами работы планируют закончить к концу мая, началу июня. Говорит, что растительность действительно пострадала, но территорию будут благоустраивать. Также появится детская площадка и тротуары. Жители, однако, качество работ не устраивает. Местами щебенка уложена неправильно и земля пружинит под ногами. Они намерены бороться за свой двор. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.